Многие городские жители все чаще рвутся жить за городом. Для того, чтобы удачно купить загородный дом и не быть обманутым, нужно правильно оценить свои материальные возможности и предложения на рынке загородной недвижимости. Как правило, самые лучшие и интересные предложения на рынке недвижимости по продаже загородных домов появлятся весной. Но осенью и зимой легче оценить недоставки и плюсы строения. Также стоит учитывать удаленность недвижимости от города. Если покупатель собирается приобретать дом для постоянного места жительства, то лучше остановить свой выбор на более близких к городу вариантах. При осмотре дома и участка земли, на котором он стоит, обязательно нужно обратить внимание на качество дорог рядом с поселком, а также на обеспеченность общественным транспортом грунт. Стоит учесть, что на торфяном грунте чаще всего происходит пожар и развитость инфраструктуры на материал, из которого возведен дом. Для постоянного проживания лучше всего подойдет кирпич наличия газоканализации, электричества, бывают случаи, когда покупатель не находит подходящий дом. И принимается решение покупать пустой участок для того, чтобы провести строительство самостоятельно. Многим кажется такой вариант гораздо выгоднее, но это не совсем так. Как правило, строительство дома с нуля приводит к гораздо большим тратам, чем покупка готового дома. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. С юридической стороны обязательно нужно уточнить возможность прописки в покупаемом доме, а также возможность возведения новых строений на участке. Эту информацию можно получить в земельном комитете. Чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, следует соблюдать следующие правила. Продавец должен предъявить все необходимые документы на недвижимость. Паспорт. Технический паспорт из БТИ. Документы, подтверждающие право собственности и справки из ЖЭКа о зарегистрированных. В жильцах лучше всего заказать независимую экспертизу дома и участка, если владелец приобретал данную недвижимость, находясь в браке. То к списку всех необходимых документов добавляется нотариально удостоверенное согласие на продажу от супруга при условии «если продавец». Несовершеннолетний. Необходимо согласие опекунского совета договор купли-продажи подписывается в трех экземплярах, желательно в присутствии юриста. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Хотя. На данный момент это условие не обязательно к исполнению после проведенной сделки новоиспеченной. Владелец обязан зарегистрировать право собственности на недвижимость в Росреесте желания жить за городом. Ближе к природе вполне оправданно, но при покупке дома стоит проявить бдительность и обратить внимание на даже незначительные нюансы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.